Проблема заключается в том, что мне пишут уже об этом мои подопечные и хотят от меня того же. Я подопечным говорю реальные цифры, то, что мы можем сбросить, если ты будешь полностью придерживаться плана, который я даю, реальные цифры. Но понимаете, из-за того, что на ютубе есть люди, которые говорят, что они сбрасывают тысячи килограммов жира за один день, то складываются впечатления, как будто я не разбираюсь. Сань, ты не шаришь, короче, ты не знаешь, как сбросить такое количество жира. А вот хлопец знает и скидывает мне видео, говорит, Сань, вот смотри, вот он может, а ты не можешь. Но у меня немножко подгорело, потому что я не буду говорить, что за канал. Просто тут такие названия. Похудел 30 килограмм за 4 месяца, сбросил килограмм жира за день. То есть, ну, такого формата. Возможно, человек и разбирается, но суть не в этом. Суть в том, что проблема заключается в том, что люди приходят ко мне и говорят, что Сань, вот есть люди, которые вот так сбрасывают. А ты как бы не знаешь на самом-то деле. И получается, что как бы мои знания, они, ну, я же с подопечными сбрасываю там 10 килограмм, да? А хлопец сбрасывает 30 килограмм. Ну, значит, его как бы знания, они лучше, чем мои. И меня подгорает на эту тему, потому что я в этой теме много лет, понимаете? У меня было более тысячи подопечных, которые похудели. И я сталкивался со всеми возможными проблемами, которые только существуют с похудением. И я знаю полностью, как оно работает. Как это сделать? На каких препаратах это делается? Как сделать так, чтобы ты действительно сбросил 30 килограмм за 4 месяца? Как это делается? Такие, знаете, вот тот же Брин был. Может, знаете, да, сейчас он пропал. То же самое. Он столько людей там обучил. Ну, понимаете? Все это, ребята, уловки. Уловки, потому что ребята заливаются метаном перед тем, как худеть, да? Они наливаются максимальной водой. Существует куча препаратов, которые наливают тебя на 10 килограмм буквально там за неделю. Есть такие препараты, как дексаметазон, метан, накидываешь кучу соли, молочка, соленая рыба или соль просто. Все, ты опухаешь. А потом ты мистическим образом начинаешь худеть. И ты худеешь быстро на видео. Ты покажешь, смотрите, ребят, вот уходят. Но понимаете, те хомяки, которые смотрят, которые смотрят, это просто ребята, которые имеют много жира. Они его накопили за годы. Это уже жир, который закапсулирован. То есть это не тот жир, который, знаешь, ты его только набрал, сразу сбросил. Его легко сбросить. А тот жир, который ты копил годами, который у тебя уже закапсулировался, он твердый такой, знаете. Бывает мягкий жирок, да? Это водный такой. А есть твердый жир. Его сбросить намного сложнее. И смотрите, они смотрят. Они видят, что хлопец действительно худеет, да? Ну, действительно он похудеет. И им нравятся результаты. И они там, соответственно, обращаются к нему, покупают его программу. Но, естественно, такой же прогресс быстро они не получают. Вот это все делается просто для завлекания. Но я хочу просто немножко развеять этот миф, как можно действительно сбросить, сколько можно сбросить, за какой промежуток времени. И кто может сбросить, понимаете? Потому что человек без препаратов, без подпитки какой-либо, он никак не сможет сбросить такой. Я вам просто тут, понимаете, тут простая математика. Я вам просто сейчас на пальцах объясню. Давайте, допустим. Вот у нас есть 30 килограмм жира, который нам нужно сбросить за 4 месяца. Допустим, смотрите. Один килограмм человеческого жира, это примерно 7700 калорий. Есть жир просто, да, там обычное подсолнечное масло, олейное, там 9100. А вот человеческий жир, это 7700 калорий. Вот давайте считать. 30 килограмм мы хотим сбросить. Умножаем. 7700 калорий умножаем на 30. 231 тысяча калорий. То есть нам суммарно нужно за 4 месяца сбросить 231 тысячу калорий. Это математика. Тут по-другому не работает. Это математически, потому что есть энергия, она эквивалентно у нас преображается в жир, да. Жир это калории, калории это энергия. У энергии есть цифры, вот такая вот цифра. Вот это вот нам нужно сбросить за 4 месяца. Смотрите. Допустим, мы весим 130 килограмм, да. Ну давайте, хорошо. Вот эту цифру, 230, мы сейчас поделим на 4 месяца. Это 120 дней, ну условно. Получаем 1925. Ну, округлим, короче, 2000 калорий в день. Нам нужно делать дефицита, чтобы мы худели. Это тогда, то есть при этом условии, если мы будем каждый день делать 2000, то мы похудеем за 4 месяца на 30 килограмм. По-честному, как нам рассказывают блогеры, да. И давайте теперь посмотрим. Допустим, вы весите 130 килограммов. Ну тут тоже, понимаете, нужно учитывать. 130 килограммов может быть мышечных, а может быть жировых. И, допустим, Ронни Коллман весит 130, и жирный чувак, там, не знаю, какой-то кассир весит 130. У них расход энергии будет абсолютно разный, потому что Ронни Коллман просто на обслуживание своего тела, чтобы просто для поддержания штанов, ему уже нужно будет есть там порядка 4-5 тысяч калорий. Это просто, чтобы он хотя бы не разрушался, а то и больше, потому что мясо требует больше энергии. Жирный человек, ему так много энергии не нужно, потому что жир в состоянии покоя потребляет там в 3 раза где-то меньше энергии. И, соответственно, жир у нас не имеет сократительного элемента, да. Поэтому, когда мышцы, помимо того, что они у нас висят на теле, они требуют больше энергии. А плюс, когда мы их еще используем, допустим, поднимаемся, встаем, наклоняемся, это использование мышцы. Они сокращаются, требуют еще больше энергии. Соответственно, чувак, у которого мышц больше, он тратит энергии намного больше, да. И тут мы должны учитывать, что если чувак мышечный, то ему намного проще сбросить жир. И учти, и смотрите, тот чувак, который вы смотрите, он мышечный, то есть понятно, что он жирный на момент того, когда он вам показывал. Но когда он похудел, он оказался качком, да, вот как незадача. И смотрите, а у тебя-то таких мышц нету, у тебя просто 130, как он, 130 весишь, да, но у тебя нет мышц. Поэтому и расход у тебя, если у него расход состояния покоя может быть там 3 тысячи, да, там 4 тысячи, то у тебя этот расход будет намного меньше, потому что у тебя мышц меньше, ты должен это учитывать. Но тебе об этом никто не говорит, потому что тебе показали картинку, вот смотри, я похудел на 30 килограмм. И ты тоже думаешь, что ты похудеешь. Я не говорю, что тебя кто-то там прям обманывает, но просто оно, знаете, вот вскользь так все рассказывается, что как будто вот так действительно можно. Так действительно можно, но нужно определенной составляющей. У тебя должна быть куча мяса, у тебя должна быть куча препаратов, у тебя должна быть мышечная память, у тебя должна быть не первая сушка, потому что жир с первого раза весь не уходит. каждый качок, кто выступал в бодибилдинге, он подтвердит мои слова, что за одну сушку ты не дохудеешь никогда до кубиков пресса. Нет, ты можешь, если ты вообще тупо перестанешь, естественно, ты захудеешь, да, но это будет вместе с мясом, до костей, ну то есть, ну мы же не этот хотим, мы не этого хотим, да, мы хотим, чтобы у нас тело было красивое, а чтобы тело было красивое, нужно тело постоянно подгадать, и каждая сушка, последующая сушка твоя, она будет все лучше и лучше просушивать жир, потому что за одну сушку невозможно этого сделать. Так вот, давайте считать, 2000 дефицита нам нужно делать в день, по-честному, и нужно учитывать еще тот момент, что мы сжигаем жир, и, соответственно, мы становимся меньше, и у нас потребление организма калорий меньше, ну давай, смотрите, допустим 130 килограмм жира человек умножаем, ну условно на 24, это вот середина середин, короче, 3100, это чисто на обслуживание организма, просто для поддержания штанов вот этого чувака жирного, да, допустим, вот я сейчас буду грубо говорить, это не точные цифры, ну не учитывайте так тоже, это просто понимаете, каждая ситуация, она отдельная, нужно учитывать вообще безжировую массу тела, начнем с этого, а жировую массу тела учитывать по другому коэффициенту, потому что, как я уже сказал, жир потребляет другое количество калорий, чтобы точно понять твой основной обмен, то есть сколько ты потребляешь в состоянии покоя, и сколько ты потребляешь в состоянии активности, нужно учитывать твой процент жира прежде всего, и тогда мы можем понять твой основной обмен, и тогда мы можем понять, сколько тебе нужно делать дефицита, чтобы ты натурально сбрасывал и не срывался, и у тебя ничего не останется. Потому что смотрите, если ты вот хочешь как он, и ты просто хомяк, у которого куча жира, нет мышц, и ты это еще и делаешь натурально, и понимаешь, и тебе нужно будет делать дефицитов в 2000 калорий, чтобы получить такой результат, то есть тебе нужно оставить 1000 калорий по еде. Пусть даже ты оставишь 1500 калорий по еде, потому что ты еще делаешь кардио, да, ну условно, час кардио, за час кардио, ну ты тоже не сожжешь больше 500 калорий, как бы ты там ни старался, какой-то кардио не делал, ну кардио, понимаешь, ты не можешь перебздить, ты не можешь за день сделать там 20 часов кардио, правильно? Ты можешь каждый день делать по часу, допустим, это ну это можно делать. Наступает момент, через недельку, две, когда тебя останавливается жиросжигание, просто останавливается, потому что ты начал есть 1000, и оно останавливается, а почему так происходит? Потому что у нас организм уходит так скажем в кавычках, в энергосберегающий режим, ну это так условно, такого понятия вообще нет, это я так называю. Просто смотрите, у нас есть щитовидка, она у нас отвечает за твой энергообмен. Если у тебя пищи в рационе достаточно, щитовидка работает нормально, то есть все процессы происходят быстро, но как только ты начинаешь есть мало, щитовидная железа думает, ага, еды мало, нужно замедлять процессы, потому что человеку нужно выжить, потому что для организма его жир это жизненно важно, потому что за счет него он хочет выжить, и организм он не тупой дурак, понимаете? Он хочет выжить, всегда хочет выжить, поэтому он борется с этим, он замедляет твои процессы, ты становишься более вялый, ну то есть ты всегда хочешь облокотиться куда-то, присесть, знаете, просто, ну он устал, хочу сесть, просто посидеть, зевать начал что-то, вот эта щитовидка уже замедляется. Когда щитовидка разогнана, да, хорошим питанием, то ты бодрый такой, понимаешь, ты активный все время, ты не хочешь сидеть, ты можешь стоять, и ты стоишь, и у тебя много энергии, потренировался, у тебя все равно много энергии, эта щитовидка хорошо работает, понимаешь? И эти люди, которые сбрасывают эти тысячи килограммов, они не говорят, что они сидят на тироксине, понимаете? Не говорят, что они принимают тироидные гормоны для поддержания щитовидки, это очень важно. И никто не говорит почему-то, что нужно делать, если ты занимаешься натурально, то ты не можешь постоянно сидеть тупо все время в дефиците, тебе нужно периодически добавлять еду, иначе ты просто за счет этой щитовидки будешь просто останавливать жиросжигание, да? Ну как? Жир-то он всегда горит, просто ты будешь неактивный, и в таком ключе у тебя не сжигается жир особо, ну то есть он будет гореть, но так, это тоже никто не учитывает. Следующий момент, фармподдержка. Человек, который сбрасывает такие количества килограмм, понятно, что это все происходит с приемом фармакологии, с приемом гормона роста, то есть такие препараты, как гормон роста, никто об этом не говорит, я вам это говорю, знаете, из личного опыта, как я делаю. Да, я могу очень быстро похудеть, я показывал это миллион раз, да, я могу очень быстро набрать, я показывал это миллион раз, но я рассказываю, как это происходит. Если я набираю, я говорю, ребят, ребята, большая часть мышц добавляется за счет воды в мышцах, саркоплазма содержит, да, мы начинаем есть углеводы, наполняемся водой. И тут следующий момент, там хлопец пишет, сбросил килограмм жира за день, смотрите, сколько бы он там, ну, хорошо. Допустим, чувак сбросил действительно килограмм жира за день, давайте посмотрим, как сбросить килограмм жира за день. Вот мы знаем примерно, условно, за час мы сбрасываем 500 калорий, чтобы сбросить там 7000 калорий, ну, допустим, по еде мы сделали дефицит на 1000, да, условно, твой основной обмен, ну, допустим, 3000, чтобы хотя бы по кардио сбросить нам на полкило жира, чисто за счет кардио, нам нужно 8 часов делать кардио. И это не просто кардио, где ты просто пешком ходишь, это кардио с пульсом где-то порядка 120, потому что просто пешком, ну, это делить на 2, это 16 часов, то есть ты должен в течение дня как минимум ходить 16 часов, а то и больше, не есть при этом, потому что ты еще должен голодать, и при этом ты должен на себе иметь мясо, то есть, короче, ты тупо целый день должен делать кардио, чтобы сбросить действительно 1 кг жира, но у людей это происходит, а мне скажут сами, ну, смотри, он стал, взвесился, вчера был 77, сегодня взвесился уже 76, да, там, допустим, килограмм ушел. Нет, ребята, никогда не сравнивайте вес и жир, это абсолютно разные вещи. Вес, он у человека в течение дня колеблется на 2-3 килограмма, у кого как, просто за счет воды к вечеру человек опухает, с утра он сливается, потом за ночь он выписывает все это, водичка из тебя уходит, к вечеру тебя наливает, то же самое ты за ночь выписываешь. Это первый момент, то есть, человек может просто тупо воду гонять туда-сюда и показывает вам результат. Это неправильно, то есть, ну, не нужно на это смотреть, то есть, это все уловки, лазейки. Человек, который сбрасывает очень много жира, показывает результат, он использует гормоны щитовидной железы, он использует жиросжигатели по типу там, эфедрина, клингутирола, да, то есть, те, которые влияют на рецепторы адреналина, то есть, симуляторы, которые помогают нам просто в тупую больше сжигать жира за единицу времени, сидя на попе ровно, ничего не делая, то есть, я принимаю жиросжигатели, я сажусь на диван и я сжигаю больше жира, вот примерно в таком ключе. Следующий момент, это блокаторы, можно так сказать, блокатор аппетита, но допустим, тот же гормон роста, он повышает искусственно сахар и вы начинаете просто лучше худеть, потому что вы не хотите есть, да, вы допустим, ну, вас не тянет на еду, вы гормон поставили, и второй момент гормона, то что он просто ускоряет жиросжигание, это следующий момент, стероиды увеличивают ваш расход, вот представьте, что у вас была педалька, на которую вы нажимали на газ, у вас был расход 10, да, сейчас вы нажимаете на педальку, у вас расход уже 15, понимаете, это все дает стероиды, и никто вот это вот в расчет не берет, очень много плавающих факторов, которые вам показывают, и действительно можно достичь такого результата, как хлопец, да, то есть я достигну, я 30 килограмм спокойно сброшу, там, даже за 3 месяца, но, понимаете, ну, я же это буду делать по всем правилам, по всем лазейкам, да, которые я знаю, и действительно при помощи всех этих моментов так можно достичь, но подавляющее большинство, которые смотрят, они должны это учитывать, нужно понимать, что если ты не принимаешь кучу гору всех этих препаратов, у тебя нет мышечной памяти, у тебя нет кучи мышц, у тебя нет кучи сушек за спиной, это не работает, ребята, вы так не сбросить, поэтому нужно немножко приземлиться и понимать, поэтому ребята, которые мне пишут в консультациях, там, Витя мне писал сегодня утром, привет, у меня из-за тебя подгорело, потому что, ну, ты просто мне скидываешь такие видео, и, ну, я не могу в двух словах это объяснить, но ты видеоролик посмотришь, примерно поймешь, что происходит, и вот это людей вводит в заблуждение, они потом мне пишут, что сами, ну, блядь, ну, как так, ну, пацаны вот так вот худеют, как бы, блин, а мы всего десятку сбросили, ну, ну, не лох ты, Саня, понимаешь, вот в таком ключе, блядь, и знаешь, я вроде помочь хочу, и действительно результат даю, но, блядь, я даю тот, который действительно будет, и я это сразу говорю, говорю, мужик, блядь, золотых гор не будет, не нужно пиздоболов там смотреть, да, которые там за пять минут накачаются, такого не будет, сразу нужно ебашить, нужна дисциплина, и мне вот это начинается, насмотрятся вот этих блогеров, насмотрятся вот этих, блядь, мотивации напоймают, короче, и пишут мне потом, говорит, Сань, смотри, я там посмотрел, я вот это мне, блядь, больше всего нравится, я посмотрел, я узнал, и вот так вот, понимаешь, и сейчас такое, блядь, инфоцыганство вот в мире, столько говноинформации просто, каждый хочет урвать свой кусок, и знаешь, и моя работа, она усложняется из-за этого, потому что мне нужно каждому объяснить одно и то же, что, ребята, сказок, блядь, не бывает, золотых гор не бывает, есть, блядь, одно, это дисциплина, дисциплина, есть мотивация, есть дисциплина, вот твоя мотивация, которую ты посмотришь, почему я Войтенко не люблю, потому что, блядь, дешевая мотивация, смотрите, есть мотивация, представьте, что, если сравнить можно, мне понравилась аналогия, мотивация и дисциплина, вот мотивация, это огонь, который, знаете, вспыхнул и потух, вспыхнул и потух, вот это мотивация твоя, а дисциплина, это огонь, который горит всегда, вот газ туда подали, включили, и он горит, вот это дисциплина, то есть, а ты, короче, получил мотивацию, а потом все, все потухло нахуй, нихуя нет, а у тебя нет мотивации, ты ходишь ищешь по углам, опа и Тенка посмотрел, все мотивация, все я делаю нормально, все иду быстро сразу 4 часа пробежал лег, сдох и все ты делать больше ничего не можешь потому что ты на мотивации а неправильно, потому что мотивации твоей хватит на один день, а жир сжигается за месяцы понимаешь, ты не можешь ускорить жиросжигание ты не можешь никак ускорить жиросжигание без добавки стимуляторов или препаратов единственное, что ускоряет жиросжигание это эфедрин какой-нибудь наркотик, это препараты это тяжелые препараты а чтобы ускорить, ты не можешь прыгнуть выше головы, ты не можешь сегодня за день сбросить, знаешь, вот сейчас набегаю, натренируюсь, все поделаю, везде все посмотрю, все видео по мотивации, и вот быстрее сегодня я похудею, это так не работает ты сорвешься через три дня, если ты начнешь бегать по, вот как люди говорят, они там за день килограмм сбрасывают, начнешь бегать там по 16 часов в день, через два дня у тебя просто колени сдохнут, и ты не то что бегать ты ходить не сможешь, понимаешь вот так и получается и смотри жир горит в течение длительного времени, ты не можешь в день там условно ну условно отдавать больше 200 граммов жира это при самых лучших раскладах, вот 200 грамм жира у тебя будет уходить, но ты учитывая то, что чем меньше у тебя жира на теле тем хуже он уходит, последний жир уходит с такими скрипениями организма и с мясом и со всем остальным это самый последний жир, вот смотрите, я сейчас, кажется что я не толстый, да? но для меня это большой процент жира у меня жира еще много, посмотрите вот на спине, смотри вот это все жир, вот это жир и этот жир, самый сука тяжелый это закапсулированный годами жир, который, чтобы мне сбросить мне нужно такие препараты добавлять, на такой голод уходить, и чтобы при этом еще и мясо не сгорело, нужно все делать правильно, и это очень сложно, то есть я уже килограмм так, знаете, не сброшу быстро у меня всего тут жира, да, 2 килограмма но вот эти 2 килограмма мне нужно сбрасывать, реально Пахать, чтобы их сбросить Поэтому тот жир, который у чувака Из 130 килограммов, вот такой пузяка Он уходит вообще, знаешь, вот так вот Налево-направо, его сбросить проще простого Легко, да Ну когда у человека уже, когда он уже имеет Сухую форму, он так просто этот жир уже не сбросит Тут тоже нужно учитывать Что жир, которого много, его легко сбрасывать Жир, которого мало, его сбрасывать сложно Вы должны это понимать Если ты потренируешься один день Приедешь домой, посмотришь в зеркало То ничего не изменится За один день Второй день потренируешься, то же самое, ничего не изменится И ты можешь подумать, что все это неэффективно И мы сдаемся Правильно? Вот такая вот хрень Либо если ты твердо уверен, что это Правильный выбор действий, что ты веришь Что по окончанию будет результат Ты полностью посвящаешь себя Этому плану, не ждешь быстрых Результатов, понимаете, дело ведь Не в том, насколько эффективна Или тяжелая была тренировка, дело просто В постоянстве тренировок Смотрите, я вам проведу аналогию 15 часов тренировки за день Если вы растянете на протяжении двух месяцев Будете делать тренировки по 30 минут То за день 15 часов тренировки Не даст абсолютно ничего А даст наоборот минус Потому что вы уйдете в дикий, лютый дефицит Вы разрушите свои мышцы То есть они не дадут никакого прогресса А если вы эти же 15 часов разобьете по времени На дистанции на два месяца И будете ходить каждый день по 30 минут Не будете пропускать и будет дисциплина Вот я вам объясняю Есть мотивация, есть дисциплина Вот это два момента Мотивация Это ты 15 часов на видос Видос Войтенко посмотрел 15 часов ебашишь Все, в следующий день Все, ты слег, заболел и пропал Короче И все Я именно поэтому, кстати, говорю Почему люди по понедельникам только ходят И с нового года Потому что они на мотивации Потому что они посмотрели видео Либо у них просто мотивация появилась Они один день поебашили И пропали Все А нам нужна дисциплина Мы должны растянуть Вот эту вот мотивацию Которую у нас есть По времени В течение двух-трех месяцев Ни на какой мотивации Три месяца ебашить ты не будешь Тут нужна дисциплина Ты должен дать себе понять Что результата быстро не будет Что нужно делать Не смотреть каждый день в зеркало Не ходить, потому что ты не увидишь результата Увидеть можно только на сантиметрах И то через месяц может быть Понимаешь Если ты готов На такую длительную перспективу То у тебя будет результат Не готов Хочешь быстрых результатов Все Ну ни хера не будет работать Быстрые результаты бывают только В видосах Которых тебя обманывают У тебя не будет быстрых результатов Потому что ты должен Осознать это Если ты это осознал То у тебя будет прогресс Субтитры сделал DimaTorzok